Продолжение следует... На этом моем мастер-классе и я хочу сказать огромное спасибо организаторов, Creative Chef Summit, ну и не только Creative Chef Summit, да, то есть я думаю, что вы все знаете, что у ребят огромное количество разных крутых программ и спасибо огромное за то, что предоставили мне возможность побыть у вас в гостях и поделиться... А вам спасибо, что вы нашли время, мы знаем, какой плотный у вас график, но спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо, спасибо огромное и все ребята, я вас буду называть ребята в общем, да, то есть потому что, честно, я даже не знаю, где здесь увидеть там лично, кто есть кто. Спасибо вам, что вы пришли, что вы не забываете учиться новым вещам и вы не забываете развиваться и становиться лучше. Да, то есть вот я всегда говорю всем своим студентам, кто хочет научиться фотографии, я всегда говорю, что мы делаем мир лучше с помощью красивых фотографий. Вот, вы это делаете с помощью еды, но и после сегодняшнего мастер-класса я очень надеюсь, что вы будете еще делать помимо того, что еды, но еще и будете делать этот мир лучше с помощью фотографий. Ребят, я попрошу поставить плюсик, как нас слышно, хорошо ли слышно, Александра? Ну что, я думаю, что мы можем начинать и я сегодня хочу проговорить вам, наверное, самые важные вещи, которые есть в фуд-фотографии и как можно снять хорошую фотографию на мобильный телефон. Ребят, на самом деле, да, то есть я хочу сразу же предупредить вас, что я не разделяю мобильный телефон, фотоаппарат, для меня это все одно и то же. И поэтому мне по большому счету, ну, все равно, да, что это будет. То есть будете ли вы снимать на телефон, будете ли вы снимать на фотоаппарат, извините, у меня в руках только объектив, ну, просто попался на столе. Вот, поэтому относитесь к моим... к тем знаниям, которые я буду вам давать, как к общему, да, то есть это и телефон, и фотоаппарат. И на самом деле даже спичечный коробок, если он у вас умеет снимать. Итак, сегодняшняя тема – это секреты фуд-фотографии от меня. Как я говорил, да, то есть я буду говорить и про мобильный телефон, и про фотоаппарат, и я их не разделяю. Принципы все одни и те же. Почему? Потому что чем отличается мобильный телефон от самого фотоаппарата? Тем, что в мобильном телефоне, да, то есть он у нас всегда с собой, он у нас в кармане, в руках, в сумочке, неважно где. Фотоаппарат более тяжелый, более сложный в настройках, но, опять-таки, хочу вам сразу сказать, если вы боитесь фотоаппарата из-за того, что он сложный, вам сложно будет одну неделю. Потом вы к нему привыкнете, и без него вы на самом деле уже не сможете работать. Хорошо, давайте я пролистаю слайд. Итак, ну, меня зовут Александр Слядьев, немножко вы про меня прослушали, и вот мой сайт, мой сайт. Итак, секреты классных фотографий, и мы с вами начинаем. Нам, на самом деле, смотрите, вся суть в том, что фотография, ну, вот я как практикующий фотограф, как преподаватель в своей школе, я часто сталкиваюсь с таким мнением, что уметь фотографировать, это значит уметь нажимать на кнопку фотоаппарата или телефона. Да, то есть многие ко мне приходят, говорят, мы хотим научиться пользоваться фотоаппаратом, мы хотим научиться пользоваться телефоном. Но сама проблема в том, что фотография – это не умение пользоваться. Это то же самое, как сказать, да, то есть я хочу научиться пользоваться пультом от телевизора. Но это не значит смотреть программы на этом самом телевизоре. Так вот, фотография – это как раз смотреть программы, да, то есть они научиться пользоваться пультом от телевизора. И в фотографии есть несколько ключевых моментов, которые очень важны и которые нужно изучать. И вам, как шеф-поварам или сочувствующим шеф-поварам, людям, да, то есть нужно понимать и знать, что это свет, композиция, цвет и умение создавать историю. Вот четыре ключевых вещи, которые нужны. По большому счету, то есть вот эти четыре вещи, ну ладно, давайте свет уберем в сторону, но композиция, цвет и умение создавать историю нужно не только в самой фотографии. Это нужно еще и вам, как шеф-поварам, в выкладке блюда, например, да, хотя я зря свет откинул отсюда. Почему? Потому что свет тоже играет роль, да, в каком освещении в вашем ресторане гость видит это блюдо. Это же важно на самом деле. Да, то есть и какой стороной он видит это блюдо, какой стороной ему официант подает это блюдо, это же тоже важно. Я думаю, что все со мной согласятся, если соглашаетесь, поставьте, пожалуйста, плюсики, галочки или что вы там ставите в этом чате. Я пока иду дальше. Итак, вам нужно совершенно немного. Вот сейчас на экране вы видите вот все то, что вам нужно для того, чтобы научиться делать фотографию на порядок лучше. Ну, я думаю, что я не буду это перечитывать, вы все и так видите, что здесь написано, да, то есть и вот эти все вещи мы с вами разберем сейчас. Итак, в первую очередь, да, то есть это нужно протереть камеру. Ребята, вам нужна какая-то тряпка, губка или что-либо там, микрофибра или может быть это может быть кусок вашей кофты, футболки, рубашки, блузки, килта или что вы там носите. Да, то есть самое важное это протереть вот эту камеру, с помощью которой вы будете снимать. Ребята, это очень важно. Объясню почему. На фотоаппарате это не важно. То есть вот этот, вот, например, да, то есть вот эту линзу, я ее никогда практически не протираю. То есть у меня там даже если, ну, вы это не увидите сейчас на своем экране, но у меня там есть какие-то микротрещинки, микроцарапинки и еще какие-то детальки. Да, то есть это на самом деле на фотографии не играет никакой роли при условии, что вы снимаете на фотоаппарате. Почему? Потому что вот это расстояние, видите, вот это расстояние плюс расстояние еще до самой матрицы фотоаппарата. Да, то есть вот такое вот расстояние против в фотоаппарате буквально трех миллиметров. Да, понимаете, о чем я говорю? То есть здесь на этой маленькой камере это все будет видно. Все ваши царапинки, все ваши какие-то пальцы, когда вы нажимаете, ну, когда вы берете телефон, разговариваете, да, то есть вы можете нажать своими пальцами. Следующее, следующий момент, который вам тоже очень нужен, вам нужен свет. Без света сделать хорошую фотографию у вас не получится. Почему? Что такое фотография? В переводе с древнегреческого фотография, да, то есть это светопись. То есть мы пишем светом, благодаря свету у нас получаются хорошие интересные кадры. Только так и больше никак по-другому. Свет – это основоположный и ключевой момент в фотографии. Без него ничего не получится. Вот, но я этой картинкой специально вас решил немножко напугать. Вам не нужно на самом деле такое количество света, и его не покупать, не арендовать не надо. Вам достаточно всего лишь окно. Вот такое вот, как, например, у меня в студии. Можно даже чуть-чуть, чуточку меньше, это не сильно влияет, но вам нужно окно. При этом, при этом, ребят, вы должны понимать, что есть несколько ключевых моментов при съемке с оконным светом. Первое и самое важное. Ну, наверное, не самое важное, не все эти моменты важные. Но первое – это не должно быть прямых солнечных лучей. Почему так, почему я так говорю? Да, то есть есть такое понимание в фотографии, как мягкость света. Что это значит? Это значит, что свет может быть или жестким направленным. Да, то есть вот вы вспомните, пожалуйста, вот когда вы идете по улице в яркий солнечный день, в 12 часов дня, то есть вам навстречу идет девушка или мужчина, неважно кто, и вы видите, как у него, да, то есть или у нее такие черные мешки под глазами от того, что свет попадает, да, то есть он отбивается от надбровных вот этих вот дуг наших, да, то есть и вот эта часть, она в тени, и она такая черная-черная, да, то есть то же самое здесь усы, то есть вот эти вот черные мешки, это называется panda eyes на английском языке, да, то есть мы фотографы всегда прикалываемся по этому поводу, что вот, да, то есть, о, у тебя panda eyes, потом усы, как у одного из диктаторов времен Второй мировой войны, и также там черная шея, да, то есть потому что падает тень, то есть вот это жесткий-жесткий-жесткий свет. Это нехорошо, да, то есть нам нужен мягкий свет. Мягкий свет достигается каким образом? Первое природное естественное состояние мягкого света – это когда облачно, да, то есть облачко заходит, и солнце, пробиваясь сквозь облака, оно рассеивается и создает такой красивый практически бестеневой рисунок на лице, на объекте съемки, на еде, неважно где. Так вот, фуд-фотография любит мягкий свет, и поэтому я всем говорю, что прямой солнечный луч, он ни в коем случае не должен попадать на фотографию. Что делать, если у вас солнечная сторона? В таком случае вам нужно это окно перекрыть чем-то полупрозрачным. То есть, ну вот, давайте я сейчас сниму вот эту камеру и покажу вам, как на мне стоит цвет. То есть вы видите, то есть у меня вот здесь вот освещено, да, то есть здесь чуточку по-другому, да, то есть вот посмотрите. То есть у меня сейчас здесь, давайте я попробую как-то вот так вот показать, да, то есть стоит вот такое вот полотно, полупрозрачное полотно, сейчас я попытаюсь понять, как камерой владеть, да, то есть через который пробивается световой источник, да, то есть этот источник жесткого света. Вон там вот вы можете увидеть еще один, который бьет на стену, и он жесткий, да, то есть вы видите тени вот от этой вот штуки, которая стоит здесь. То есть вот это, да, то есть вот свет, который падает на меня, он мягкий. В то же время, когда стену для того, чтобы создать вот эти вот непонятные абстракционные треугольники, квадраты и все остальное, просто чтобы сделать красивее и объемный фон, да, то есть вот тот свет, он жесткий. Поэтому вам нужен какой-то полупрозрачный материал. То есть, ну, ребят, вы все у нас, я так понимаю, шеф-повара, и у вас всегда под рукой есть полупрозрачный материал. А ну-ка, пожалуйста, кто назовет, что это за материал? Я сам, когда приезжаю в ресторан, я не беру вот эту всю огромную полотнище, которая мне по большому счету и не нужна, да, в этом всем. Вот, правильно написала Светлана пергамент, да, то есть это пергамент, а вот еще Дарья написала, то есть я понимаю, что я не успеваю за всеми вопросами, калька, да, калька, пергамент, пищевая пленка, только не желтая пищевая пленка, да, такая промастенная, а белая, то есть белая пищевая пленка. То есть вы ее берете, берете прозрачный скотч, делаете из скотча и этой прозрачной пленки огромное полотно, то есть, ну, на размер своего окна, и его заклеиваете. Вот таким вот образом это работает. Вот, посмотрите, у меня окно, сейчас я вам попробую показать, да, то есть вот плохо видно, я понимаю, но по-другому, к сожалению, я не смог подключить нормальную камеру к Zoom, поэтому я показываю вот так. Да, то есть видите, вон окно, то есть оно у меня закрыто как раз полупрозрачной пищевой бумагой. То есть для чего? Для того, чтобы на меня сейчас не попадали прямые солнечные лучи. Да, то есть и я был мягенький, без Panda Eyes, без усов модных в 40-х годах, из 30-х прошлого столетия, да, то есть и без жутких вот таких вот теней. То есть вот, вот все очень просто. Да, то есть если есть прямые солнечные лучи, тогда в таком случае вы закрываете калькой, если у вас нет прямых солнечных лучей, вам ничего закрывать не нужно, вам повезло. Это первый момент. Второй момент, нужно обязательно выключить весь искусственный свет в вашем помещении. Обязательно. Почему так? Тут тоже есть этому всему объяснение. Свет, сам свет, да, то есть он имеет цветовую температуру. Что это значит? Свет может быть или желтым, или синим. Разные источники, абсолютно разные, они имеют разную цветовую температуру. Например, лампа накаливания, она очень желтая. Да, то есть такая желтая, желтая, желтая. Это первое. Второе. Свет дневной, солнечный, когда солнце в зените, имеет цветовую температуру 5200 кельвинов, и он считается белым. Да, то есть вот это белый эталонный свет, когда солнце в зените. Когда солнца нет и есть тень, цветовая температура повышена. Это порядка 7000 кельвинов, и, соответственно, она уже будет синяя. Да, то есть вот вы сейчас можете посмотреть на мое лицо, и посмотрите. Вот с этой стороны на меня бьет свет. Он имеет цветовую температуру где-то порядка 4000 кельвинов, и он желтый. Вы видите, вот эта часть лица у меня желтая. Да, то есть обратили внимание. А вот эта часть лица у меня синяя. Почему так? Потому что на меня работает свет от монитора. Да, то есть я не могу его выключить, соответственно, потому что я не буду видеть, что вы пишете, я не буду видеть, что я показываю. Вот, поэтому мне приходится делать такие компромиссы. А монитор, он имеет цветовую температуру 6000 кельвинов. То есть как тень. Да, то есть и, соответственно, я немножко странный. Да, то есть здесь я желтый, здесь я фиолетовый, синий. Вот, и в данном случае я ничего с этим сделать не могу. Не знаю, хорошо это или неплохо, но на самом деле, наверное, это неплохо, потому что я вам на своем примере показал, как работает цветовая температура света. И вот представьте себе, вы берете свое любимое блюдо, которое вы только что приготовили, если хотите его снять. Да, то есть вы его ставите возле окна, недалеко от окна. Чем ближе, тем лучше. И с одной стороны светит свет из окна, синий, а с другой стороны светит свет от лампочки накаливания, желтый. Да, то есть у вас одна половина синяя, другая половина желтая. Ребят, учитывая, что телефон или фотоаппарат, у них, то есть они видят, то есть если глаз, наш глаз, да, например, он не сильно отличается, вернее, он приспособился отличать два цвета, и он их выравнивает, да, то есть наш мозг вместе с глазом, то есть он это все выравнивает, и мы видим нормальный цвет этого всего. Вот, то фотоаппарат так делать не умеет. То есть ему нужно на самом деле подсказать, да, то есть что здесь вот этот цвет главный. И, соответственно, если с одной стороны синяя, с другой желтая, он так и покажет. То есть он может синее сделать белым, вот автоматика фотоаппарата, да, синее может сделать белым, а желтое еще больше усилится. И наоборот, да, то есть он может воспринять желтое как нормальное и сделать его белым, а синее еще больше усилится. И у вас получается жуткая какофония цветовая. И это плохо, это неправильно. То есть так делать нельзя, ни в коем случае. Поэтому выключаем весь искусственный свет, который есть в комнате. А, еще один момент. У вас в комнате может быть несколько лампочек, да, то есть у вас может быть одна светодиодная лампочка. Ну, сейчас все перешли на светодиоды, в принципе, это логично, да, и когда вы идете в строительный супермаркет покупать себе лампочку, вы не задумываетесь о том, какую цветовую температуру имеет эта лампочка. Вы просто ее берете и покупаете. Да, то есть они могут быть желтые, они могут быть белые, они могут быть синие. То есть, ну, по большому счету, навряд ли кто-то из вас до этого загубился. Напишите, если это так, в чате. Вот, и у вас одна лампочка светит желтым, другая белым, третьим синим, свет из окна тоже синий, и все. Да, фотоаппарат начинает ломать себе голову. Блин, что происходит? Какого фига этот непонятный человек от меня хочет? Я не умею определять вот таким вот образом цвета. И вы с фотографией вот этой кайкофонии ничего никогда не сделаете. Никакой постобработки, нигде-нигде, абсолютно. Ну, на лампочках пишут, да, но не все всегда об этом задумываются. То есть кто-то задумывается, кто-то нет. Я это знаю, потому что я фотограф, я это изучаю. Вот, ребят, я вам даже расскажу сейчас одну историю. Она произошла в одном ресторане. Я пришел на съемку в ресторан. Вот, и обратил внимание, что свет, который сейчас светит, да, то есть искусственный свет, он дает такой немножко зеленоватый оттенок. Вот, не немножко зеленоватый, да, то есть, а сильно зеленоватый. То есть это светодиодные лампы, которые были перекрыты там специальными плафонами, то есть которые вот давали вот эту вот зеленку. Притом они давали эту зеленку только на мобильных телефонах, ну и на фотоаппаратах тоже, если снимать без искусственного, без вспышек моих, например. Вот, я говорю, ребята, а что вы делаете? Вы понимаете, что сегодня, то есть у нас, да, то есть мы живем в эпоху Инстаграма. То есть когда человек приходит в ресторан на самом деле не только поесть, а еще и сфотографировать блюда, которые он ест, а блюда там красивые, там просто повар так старался над ними, то есть они, реально просто вот на них смотришь и ого, как классно. Вот, да, то есть они приходят сфотографировать блюда, выставить в Инстаграм и сказать, вот я в этом крутом ресторане. Они приходят сфотографировать себя и выставить это тоже в Инстаграме. И когда они фотографируют себя, и они получаются такими зелененькими человечками, согласитесь, никто это выставлять не хочет. И, соответственно, никакого нет сарафанного радио. Почему? Потому что никто из этого ресторана не выкладывает свои фотографии, потому что все получаются уродинами. И я говорю владельцу, слушай, ну что ты делаешь? Ты же сейчас от себя отсекаешь огромное количество клиентов, которые может быть, то есть они не станут твоими постоянными, но они приведут свою аудиторию из этого Инстаграма. Просто возьми, поменяй лампочки. Тебе это выйдет в какую-то, я не знаю, в 10 тысяч гривен. Поменять все лампочки или в 20 тысяч гривен. Взять хорошие, нормальные лампы, которые не дают эту зеленую. И вот он говорит, да, брось, не надо вот это все мне говорить, что ты за чушь говоришь, давай иди снимай и только снимай. Ну я говорю, окей, хозяин барин. Через две недели он мне звонит и говорит, слушай, поехали. Строительный магазин выбирать лампочки. Да, то есть понимаете. Вот, мы поменяли лампочки и через еще неделю про этот, то есть этот ресторан просто он вот в бум ушел в Инстаграме. Да, то есть туда начали ходить блогеры, а интерьер там красивый, очень красивый. Но зеленый был и ужасный на фотоаппарате. Вот, через неделю, то есть вот ресторан просто вот так вот поднялся, то есть там был биток. А до этого было пусто. Поэтому свет очень важен и цвет света очень важен. Но вернемся к фотографии, да, то есть фотография на самом деле это тоже очень важно и не менее, чем в самом ресторане. Поэтому обязательно выключайте весь искусственный свет. Даже если у вас искусственный свет синего цвета, да, то есть как, например, теневая сторона окна, в любом случае искусственный свет, он жесткий. Да, то есть он дает жуткие непонятные тени. Почему? Потому что у него там стоит специальный рефлектор, который, да, то есть который, вот его задача этого рефлектора рассеивать свет, и он может давать одну, две, три, четыре, пять теней. Вот. И он никогда не сравнится по, еще лампочка сама наша маленькая, правильно? А окно-то большое, окно в 20, в 50 раз больше, чем эта лампочка. То есть, соответственно, чем больше, чем больше у вас сам источник света, ну, в данном случае окно или лампочка, да, чем больше, тем мягче свет. Вот. То есть вот таким вот образом. Поэтому искусственный свет надо выключать, надо пользоваться окном, и это надо, естественно, делать днем. То есть почему днем, я думаю, всем понятно, потому что ночью солнца у нас нет, и ночью вообще-то надо спать. Если вы полуночник, и там 12 часов ночи готовите себе еду, которую вы хотите снять и показать всем своим друзьям в Фейсбуке или в Инстаграме, ребят, ну, я вас хочу огорчить, не снимайте. То есть все, что вы можете сделать, это не снимать или купить себе искусственный источник. Да, то есть благо они сегодня не сильно дорогие. То есть можно найти условно недорогой источник, там в районе, там, по-моему, 150 долларов. Я ничего сейчас рекомендовать не буду, то есть я пользуюсь другими более дорогими вещами. Вот, но YouTube в помощь, Google в помощь, там, я думаю, обзор вы найдете, посмотрите, как они работают. Вот, источник постоянного света. Да, то есть постоянный свет, свет может быть такой, как вспышка, мы его называем импульсный, да, он пыхнул и все. И свет может быть постоянным, то есть там стоит лампа постоянного накаливания плюс софтбокс. Давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит, я сейчас возьму свой софтбокс и просто покажу. Да, то есть вот такая вот стоечка, на которую ставится этот свет, есть сам, есть софтбокс. То есть вот этот софтбокс, это специальная насадка, которая дает мягкий свет. Да, то есть без нее свет вот с этой лампочки будет жестким. Да, то есть он будет, он будет некрасивым в еде. То есть поэтому вам нужна стойка, лампочка постоянного света и вам нужен вот такой вот софтбокс. Чем больше софтбокс, тем мягче свет. Это обязательное условие. Без этого никуда, ребят, к сожалению, если вы полуношник, да, то без этого никуда. Или, например, если вы не полуношник, а, например, у вас в ресторане нет окон. Ну, бывают же такие, да, то есть полуподвальные помещения, то есть где, ну, например, но не бывает такого, не бывает окон. То есть поэтому покупайте. С постоянным цветом вы можете снимать на мобильный телефон. Если у вас фотоаппарат, то вы можете покупать уже себе импульсный свет. И здесь я вам подскажу, если вам это нужно, да, то есть есть такой источник, называется Godox AD200 Pro. Вот, я вам его написал. Он стоит, если я не ошибаюсь, порядка, вот то, что я вам показывал, вот это и есть Godox AD200 Pro. Он стоит, если не ошибаюсь, что-то в районе 11 тысяч гривен, вот, плюс в стойку можно взять, там, гривен за 500, за 1000, ну, и Сосбокс будет стоить к нему тоже полторы тысячи гривен. То есть за 15 тысяч гривен вы себе получаете идеальный комплект для съемки еды. Вот, но это если у вас фотоаппарат, если у вас мобильный телефон, вам это все не нужно, вам нужно только окно или же источник постоянного света, но рекомендовать какой-то я не могу. То есть я пользуюсь немножко другими ценовыми уровнями, да, то есть поэтому, то есть у меня более другой свет, я не могу ничего посоветовать из дешевого. Вот, то есть вот этот Godox, это дешевый и хороший, и очень хороший, даже я вам так скажу. Вот так, то есть поэтому снимаем без прямых солнечных лучей. без выключенных, без включенных ламп накаливания и днем. То есть вот три правила, которые вам нужно использовать. Теперь следующее, что я вам хочу показать и рассказать, это схема света. Смотрите, ребята, то есть вот банальная схема света, с помощью которой вы можете снимать, и вот рядом фотография вот этих макарунс, она снята именно вот таким вот образом. То есть вам нужно окно, то есть если у вас есть прямые солнечные лучи, то вам нужна диффузорная панель. Диффузорная панель – это, в принципе, вот пергамент, залепленный скотчем. Это и есть диффузорная панель. То есть мы, фотографы, называем вот эту полупрозрачную пленку, которая клеится на окно, чтобы смягчить свет, мы ее называем диффузорной панелью. И с другой стороны, прямо напротив окна, вам нужен или отражатель, ну, вам нужен отражатель. Да, то есть он, что он дает? Что дает отражатель? Отражатель, он отражает свет. И, соответственно, с другой стороны, да, то есть будет не темная, вот эти макарунсы, да, то есть они будут не темными, а они будут достаточно чуточку светлыми. Да, то есть вы видите, то есть там есть тень, но ее не сильно много. Вот, соответственно, вам, я скажу так, что можно, то есть, ну, что такое отражатель? Да, то есть это лист А4, если вам листа А4 мало, в таком случае 4 листа А4 и скотч, да, у вас получается больше отражатель в 2 раза, в 4 раза. Если вам все равно его мало, 8 листов А4 и скотч. И вот таким вот образом вы делаете себе большой, хороший отражатель. Ну, ватман не всегда есть, да, то есть ватман не всегда, Сереж, есть в том же ресторане или у тебя дома, да, у тебя есть дома ватман? То есть разве что у тебя дети или там жена художник, и поэтому у тебя вдруг завалялся ватман. У меня ватмана много, да, то есть, например, вот, но и на работе он тоже не всегда есть, поэтому, то есть это редкость. А листы А4 есть у всех, и купить их гораздо быстрее, чем ватман. Ну, опять-таки, да, то есть ватман проще. Почему? Потому что его не нужно клеить скотчем. Вот, но, опять-таки, если вы не можете пойти там где-то купить себе это с ватман, то, пожалуйста, пользуйтесь вот такой, вот такой вот штукой. Вот так. То есть вот это самый простой базовый, самая простая базовая схема света. Их, на самом деле, есть очень много, но, опять-таки, да, то есть вот с этой схемой света вы никогда не ошибетесь. Ватман белая ткань тоже нормальная. Главное, чтобы она была белая. Не желтая, не кремовая, не... Там, знаете, посмотрите, вот, ребят, белый он есть, да, то есть он может быть холодный белый, он может быть теплый белый. То есть вот ватман или лист А4, да, то есть он холодный белый, то есть он правильный белый. А если говорить про ткань, то ткань это, скорее всего, скатерть, правильно? То она бывает чаще всего теплой белой. То есть она может давать уже небольшой оттенок на фотографии. Это не всегда плохо, это может быть и хорошо, но это уже не чистый белый цвет будет. Вот, я часто беру, например, в ресторанах, когда я снимаю, и мне, например, лень возиться с ватманами, да, с листами А4, со скотчем, вот, я беру официанта в белой рубашке, и говорю, иди сюда, стань здесь, и вот белая рубашка становится отражателем. Да, то есть в любом ресторане всегда есть два официанта. Первый, всегда интересуется фотографией, он начинающий фотограф, и он всегда задает очень много вопросов по поводу фотографии. Вот, я его всегда использую как помощника. То есть принеси мне это, подержи вот это, ему это интересно, он с удовольствием помогает. Есть второй официант, всегда в любом ресторане, который всегда ест ту еду, которую мы снимаем. То есть, ну, вот такая вот особенность в моей работе. Вот так, ребят, ну, вот, посмотрите, вот эти две фотографии, они сняты, они сняты вот именно таким образом, да, то есть вот хумус на тарелке, здесь стоит свет, он боковой, и здесь нет отражателя, да, то есть вы видите, тень глубокая, да, такая черная, то есть он хумус, да, то есть он должен быть фактурным, то есть поэтому отражатель бы испортил эту фотографию. То есть я его здесь не использовал. Но опять-таки, как я это понял, да, то есть я поставил отражатель, понял, что становится сильно плоско, я убрал отражатель, и у меня остался только сам свет. Вот, вторая фотография, это форшмак, да, по-моему, это форшмак. Здесь как раз один источник, он стоит справа, вы видите, да, более светлая, а с другой стороны, посмотрите, вот сама тень, она не черная, да, то есть она как будто немножко вот здесь белесая, но она есть, да, то есть вот и здесь используется отражатель. То есть вот здесь как раз ватман, в этой фотографии. Вот паста, да, то есть здесь у нас тоже получается один источник света стоит слева, и справа стоит большой отражатель. Близко-близко, то есть он касается второго края тарелки. По-моему, даже на... Нет, он именно касается тарелки. Это тоже большой ватман, вот, который дает вот такую вот легкую, да, то есть вот эту теневую обволакиваемость. Макаронцы, тоже свет слева, и справа стоит отражатель. То есть видите, вот один источник света, и уже можно сделать хорошую фотографию. Вот, вот здесь, вот здесь то же самое. Везде один источник света, и с другой стороны стоит отражатель. То есть абсолютно такой же принцип работы. Абсолютно. То есть никакого, никакой сложности в этом нет. Вот, вот так. Ребята, следующее, что я хочу вам показать, вернее, о чем я хочу с вами поговорить, это о ракурсе съемки. Здесь есть небольшая сложность, и перед тем, как показывать вам, то есть рассказывать вам про ракурс съемки, я хочу вам показать одно небольшое видео. Привет! В этом уроке мы с тобой снимем очень простой в исполнении, но в то же время очень интересный кадр с яблоками. И я хочу показать тебе... Я его остановил, хочу вам сказать, да, то есть я здесь использую импульсный свет, вспышку. Но точно такой же принцип вы можете сделать и с обычным окном. То есть для этого не обязательно использовать только вспышку. Для этого можно использовать и просто окно. Как меняется настроение и сюжет кадра в зависимости от используемого объектива. Я буду снимать этот кадр на разные фокусные расстояния. Для этого кадра я использую свой любимый фон из темно-серого ламината. Я уже показывал тебе его в предыдущих уроках. Я делаю из него горизонтальный фон, его мы будем называть полом, и вертикальный фон, который мы назовем стеной. У моего друга, который обжаривает кофе, и с которым я уже снимал урок про съемку кофе с естественным светом, я взял несколько мешков из-под кофе. Ножницами я вырезаю часть мешка и формирую из этой части мини-мешок, который фиксирую прищепкой. Теперь в этот мини-мешок с помощью терпения и парочки крепких слов я запихиваю три зеленых яблока. Еще два яблока я кладу рядом, будто они выпали из мешка. Вот и все. Наша композиция готова. Свет я ставлю раздельный, как будто это свет из окна. Я ставлю его так, чтобы он в минимальной степени светил на стену и освещал только яблоки. Как видишь, простая композиция, простой свет. Но какая вкусная картинка. Это еще раз подтверждает теорию, что для прекрасного кадра достаточно одного источника света. Экспозиционные настройки у меня такие. Япрана 2,8, выдержка 1,160, что логично, ведь я снимаю с импульсным светом. И ИСА-400. Почему не спрашивай? Так вышло случайно, и я не стал ничего менять. Фотоправка у меня Fudge Film XT2. Объектив 90 мм с надетым на него поляризационным фильтром. Фильтр не снимается. Сколько я им не пытался, по всей видимости... О, снялся. Иногда он сам легко отходит через время, а иногда приходится относить объектив в сервис, и там его снимают специальным инструментом. Я ставлю фотоаппарат на штатив, делаю кадр, поправляю яблоки, и вот, фотография готова. На камеру следующий объектив 60 мм, и снимаюсь с того же расстояния, как и в случае с 90 мм. Как видишь, в кадр начали попадать ненужные детали. Следующий объектив 35 мм. Тут еще больше ненужных деталей, зато видно, как стоит свет. Далее 23 мм. И еще больше ненужных деталей, а на 16 мм мы видим уже практически полностью бардак в моей студии. Я специально снимаю все с одного места, сравнивая картинку с разных объективов с фокусным расстоянием в 90 мм. Буду двигать штатив и приближать фотоаппарат так, чтобы в кадре был только наш мешок с яблоками. На 60 мм. Катр практически не отличается от 90 мм. Мы уже видим, что в принципе легко закрасить фотошоп. А вот на 23 мм. 16 мм, если бы они были нашими основными объективами, нам бы пришлось очень серьезно потрудиться в фотошопе или придвинуть объект съемки ближе к фону, тем самым теряя объем. Ну, или фон сделать как минимум в три раза больше. Давай еще раз посмотрим на все фотографии с разным поглощенным расстоянием, начиная с 16 мм. И не обращая внимания на измененный цвет и недостаток света на фокусном в 90 мм. Как я говорил раньше, у меня с него не снимался полярик. И именно он дает небольшое изменение цвета, и именно из-за него я не могу идеально подобрать экспозицию в 90 мм. Но в любом случае мы тут сравниваем физику фокуса в расстоянии, поэтому давай еще раз посмотрим на все кадры. Как видите, 16 мм сильно искажает объекты. Они становятся несуразными и странными. По 23 мм это тоже видно, но в меньшей степени. На 30 мм уже можно снимать такие кадры, и зритель не увидит подвоха. Но идеальнее всего это 60 и 90 мм. Кстати, не забывай, что у меня на FujiCrawl полтора. В мобильном телефоне тоже объектив. И у него тоже есть фокусное расстояние. И в данном случае, если сравнивать с моими объективами, про которые я рассказывал вам в видео, вот здесь стоит объектив с фокусным расстоянием 16 мм. Давайте я вам покажу еще раз фотографии. Видите, скажите фотографии, пожалуйста. Сейчас все нормально, видно, напишите. Вот на 90, вот это на 60, вот это на 35. Посмотрите, уже появились, да, то есть вот эти вот детали ненужные. То есть весь фон, он не до конца виден. Так, ребят, вижу, да, все хорошо. То есть вот это вот на 23 мм еще больше появилось ненужных деталей. И вот это вот на 16 мм. Да, то есть и здесь вот как раз этих деталей очень много. И обратите внимание, что вот сами вот эти яблоки, они стали, они как будто вот выпуклые вот такие вот, да, то есть вот непонятно, вот так вот себя ведут, вот так вот себя ведут, да, то есть вот эти вот яблоки. То есть почему так происходит? То есть это физика объективов. И напомню еще раз, на мобильном телефоне тоже стоят объективы. И здесь эквивалент вот такого вот 16-мм объектива. Соответственно, на мобильный телефон будет сложно снимать в привычном нам ракурсе в 45 градусов. Сложно. Почему? Потому что слишком много лишних объектов будет в кадре. Вот, соответственно, как это можно исправить, что можно сделать. Да, то есть поэтому с мобильным телефоном лучше всего и легче всего снимать сверху. Да, то есть и поэтому появился вот этот тренд в фуд-фотографии, когда съемку мы видим сверху. Да, то есть он появился не потому, что это круто. Это на самом деле не всегда круто. Да, то есть так не все можно снимать. То есть, ну, я в школе про это очень подробно рассказываю. То есть здесь, да, то есть здесь он появился всего лишь потому, что многие начали здесь снимать с мобильного телефона. То есть вот таким вот, вот таким вот образом. Поэтому с мобильного телефона лучше всего снимать именно сверху. Изредка можно под углом 45 градусов, и я вам позже поставлю видео, где я снимаю с мобильного телефона под углом 45 градусов. И объясняю, как это все делается, почему это делается. Ребята, следующее, про что я хочу поговорить, это композиция. Да, то есть композиция на самом деле, вот я вам скажу так. Да, то есть вот как я говорю всем своим студентам в моей школе. Научиться владеть фотоаппаратом вы можете за месяц. Да, то есть, ну, в случае мобильного телефона это происходит за два дня. Научиться ставить свет вы можете за полгода. Ну, свет, я имею в виду, не только один рисунок, да, то есть, ну, есть еще вот этих вот видов света, то есть, очень много фуд-фотографий даже. Но работать с композицией вы будете учиться всю свою жизнь. И это правда. То есть почему? Потому что композиция – это фактически наша вселенная, наш мир. Да, то есть у нас все вот эти вот законы, принципы, понятия, типы, виды композиции, они нас преследуют вокруг. И когда мы видим что-то, что нам нравится, мы понимаем, что композиционно оно создано хорошо и правильно. Если мы понимаем, что это некрасиво, скорее всего, там нарушена композиция. Да, то есть поэтому композицию нужно изучать. Ее нужно изучать не только, там, как фотографу, ее нужно изучать шеф-повару, потому что шеф-повар, он делает выкладку блюд. Ее нужно изучать, ну, по большому счету, всем людям. Да, то есть почему? Потому что композиция – это ваш вкус. Чем лучше вы знаете композицию, тем лучше у вас вкус. Вот здесь все очень просто. Композицию нужно учить. И, кстати, вот у меня в школе именно композиции посвящено порядка, наверное, 70% всех уроков. Именно композиции. Потому что все остальное, оно на самом деле легко и просто. Вот так. Но скажу вам сразу, не пугайтесь вот этих вот линий. Вы к ним придете, когда поступите ко мне в школу, да, то есть буквально там в первый же месяц вы научитесь работать с этими композиционными линиями. Пока я вам скажу, что вот вы сегодня уже можете использовать вот эту сетку. Да, то есть вот такую диагональ. Это называется диагональ. Диагональная сетка. Чем она хороша и почему ее нужно использовать? Да, то есть я вам покажу просто на примерах. И как это работает. То есть вот посмотрите, пожалуйста, на макарунцы. Да, сами макарунцы я расположил таким образом, чтобы большая диагональ была, да, то есть чтобы они шли по большой диагонали. И в то же время дополнительные второстепенные диагонали, которые уходят вот таким вот образом под прямым углом, да, то есть там я располагаю какие-то второстепенные детали, которые могут помочь зрителю увидеть этот кадр и понять, что он гармоничен. В макарунах нет... второстепенных диагоналей. Здесь есть только одна общая диагональ. Вот во втором кадре, там где булочки, да, то есть здесь диагональ основную создают, создают сами булочки и кисточка. А второстепенная диагональ – это рука. Да, то есть и посмотрите, насколько гармоничен и интересен стал этот кадр. Просто благодаря вот такому вот базовому правилу в композиции. Идем дальше. Напишите пока вообще вам интересно меня слушать, я не сильно заумно говорю, может быть, или вообще все ли хорошо? Хорошо, замечательно. Давайте посмотрим на вот этот вот, на эту панакоту. Кстати, с ней вообще отдельная история, я вам просто даже расскажу очень быстро. То есть эту панакоту у меня заказал производитель. Они делают панакоту для продаж в супермаркетах. То есть прямо в упаковке десерт такой. И они мне прислали форму. В форме было 12 этих штучек. То есть выдавленная форма пластиковая, завода прислали. А мне нужно было снять 48 панакот. То есть там с разными топпингами, и каждый топпинг по несколько раз. То есть всего нужно было снять 48, а у меня 12 форм. Вот, что мы придумали с шеф-поваром, с которым мы вместе это все делали? То есть мы взяли агар-агар и молоко, зажелировали и сделали вот такие вот формы, которыми потом друг в друга вкидались уже после съемки, и они так забавно отскакивали от наших голов. Ну это я отвечаю на неотвеченный вопрос, на незаданный вопрос, использую ли я какие-то спецэффекты. Да, использую. И вот в данном случае вот такой вот спецэффект. Да, то есть посмотрите, здесь тоже диагональ. Две дырелки создают общую диагональ. Апельсинка и ложка создают второстепенную одну диагональ. Угу, надеюсь понятно. А давайте посмотрим на мясную рульку. Я, Рита, я не понимаю, что ты написала, какие ноги? Не понимаю. Посмотрим на мясную рульку. Да, то есть, ребят, здесь у нас как? То есть основная диагональ, да, посмотрите, граница самой рульки. То есть мы спускаемся вниз по этой основной диагонали, а постепенно отщипываем кусочек рульки, да, то есть вы все знаете, я думаю, не надо вам объяснять, что такое рулька, да, то есть насколько она мягкая, нежная, с этой зажаристой корочкой, да, то есть вы ее вот опускаетесь вниз, берете кусочек, отламываете, да, то есть он прямо сползает с этой кости, вот вы уберете в рот, потом после этого спускаетесь по нижней диагонали, доходите до лучка, туда же закидываете немножко лучка, и вот этот взрыв вкуса у вас в рту, потом вы поднимаетесь по основной диагонали, и что мы видим? холодное пиво, да, то есть яркое, холодное пиво. То есть поэтому, да, то есть вот вам вот эта диагональ, то есть я с помощью этой диагонали делаю тот, скажем так, тот путь, который зритель проделает своими глазами, и как он будет есть эту фотографию. Да, то есть диагональ. Это очень простой и очень легкий и очень хороший способ создать базовую, простейшую композицию. Вот, то есть, ну вот здесь все то же самое, да, то есть все тоже построено по тем же принципам. Диагонали. Ребят, я хочу сказать так, что диагональ – это всего лишь один способ создавать композицию. Да, кстати, я забыл на самом деле организаторов предупредить о том, чтобы они вас предупредили, что вам нужно поесть. Обычно я всегда, когда делаю разные мастер-классы или что-либо еще, я всех предупреждаю – обязательно поешьте, потому что вам будет очень плохо. Вот, ребят, да, то есть смотрите, я вам даже покажу это, как это выглядит у меня на самом деле в школе. То есть вот посмотрите сейчас, где у меня композиция. Вот даже базовая композиция, из чего она состоит. Да, то есть есть иллюзия объема, вот, есть перспективная композиция, есть контрастная композиция, есть статическая композиция и есть динамическая композиция, есть симметрическая, да, то есть и асимметрическая, уравновешенная и неравновешенная, Есть ритмическая композиция и аритмичная. Есть заключенные в геометрические фигуры. Есть построенные по принципу золотого сечения, по диагональному принципу, про который я вам только что рассказал. И есть даже такое понятие, как композиционные сетки, которые я вам сейчас просто покажу, как я это делаю. Вот посмотрите на эту фотографию. Вот здесь я использую усложненные. То есть в принципе правило диагонали – это композиционная сетка. Это один, всего лишь один малюсенький вид композиции, который я вам дал, но который сейчас, сегодня, он существенно улучшит ваше умение работать с композицией. Но посмотрите на другие, которые я тоже использую. На самом деле я, скажем так, с рулькой я слукавил. Я использовал более сложную композиционную сетку. Но вам я рассказал про нее как более простую. И я ее вам упростил в работе. То есть вот, например, правила золотого сечения, правила диагонали, правила золотой спирали, правила круг галактика, правила компас и так далее, и так далее, и так далее. То есть их на самом деле у меня в школе, то есть вы можете скачать и учиться использовать. Посмотрите, я думаю, что вот этого вот парня, то есть который на фотографии все знают. Ну-ка напишите, пожалуйста, кто его не знает. Или напишите, кто его знает. То есть вот для того, чтобы снять этот кадр, я вот использовал вот эту вот композиционную сетку. То есть вот такие вот есть. То есть у меня в школе скачать по специальной ссылке, то есть вот по этой ссылке вы можете порядка 50, текут, да. Вот, вы можете скачать порядка 50 композиционных сеток, которые тоже можно использовать. Но еще раз, композиционные сетки – это всего лишь один вариант. Один. Их на самом деле есть, ну вот именно композиционных приемов, их на самом деле просто тонна. Вот. И они очень хорошо друг с другом комбинируются. Поэтому хотите знать больше, приходите в школу. Ну, я вам расскажу еще про один композиционный прием, который я тоже использую. Опять-таки, еще раз вам говорю, он не единственный. И я его использую не всегда. То есть если вы после… То есть он прикольный, он классный, я его безумно люблю, вот этот композиционный прием, про который я сейчас расскажу. Вот. Но хочу предупредить, если вы сейчас побежите ко мне на сайт искать его везде во всех моих фотографиях, их нет. То есть он есть не везде. Он есть там буквально на каждой десятой, наверное, фотографии, не больше. Итак, что это такое? Это число Фибоначчи. Фибоначчи – это средневековый математик, который придумал пропорцию, ну не придумал, он ее нашел, эту пропорцию, которая звучит таким образом. Каждое последующее число равняется сумме двух предыдущих. Да, то есть 1 плюс 1 равно 2, 2 плюс 1 равно 3, 3 плюс 2 равно 5, 5 плюс 3 равно 8, 8 плюс 5 равно 13, 13 плюс 8 равно 25, 1 и так далее, и так далее. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 310, и поехали, поехали, поехали. То есть это бесконечная математическая пропорция. Я надеюсь, я правильно сказал пропорция, да, по-другому, наверное, так не скажешь. Вот, то есть вот, вот так, ребят. Как ее пользоваться? Да, то есть она, конечно, прикольная, то есть она встречается в природе, если вы загуглите, даже не загуглите, а за ютубите числа Фибоначчи, вы увидите огромное количество видео, где рассказывается, что очень много, очень много, я чуть позже расскажу про это все, то есть очень много будет видео, да, то есть где рассказано о том, как эти числа Фибоначчи встречаются в природе. То есть это природная гармония, которая приятна нашему глазу, а, соответственно, все то, что приятно нашему глазу, все то гармонично, и, соответственно, оно красиво, да, то есть вот эти числа Фибоначчи, они встречаются в нашем теле, они встречаются в облаках, в цветах, в панцирях всяких моллюсков, в подсолнухах и так далее, и так далее. Вот, то есть, поэтому, то есть, ну, ее нужно использовать и как она используется в фуд-фотографии. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту фотографию, на эти макаронцы, которые вы уже видели раньше, да, то есть здесь я использовал цветовую дифференциацию по числам Фибоначчи. Смотрите, у нас, получается, есть здесь один фон черный, одна тарелка черная, два желтых макаронца, три зеленых макаронца, пять макаронцев красных. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим на эти числа. Один, один, два, три, пять. Да, то есть я раскладывал предметы таким образом, чтобы их было ровно то количество, которое нам нужно. идем дальше. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. Да, то есть здесь у нас есть одна тарелка, один конфитюр и три куска мяса. И три кусочка, как это, трава забыл называется? Забыл, не важно. Да, то есть вот, посмотрите. То есть я, микрогрин, да, точно. То есть я здесь использовал, я здесь использовал, получается, один, один, три, три. Да, то есть у меня нету здесь цифры четыре, у меня нету здесь цифры семь. У меня есть только те числа, которые есть в числах Фибоначо. Да, то есть посмотрите сюда. Здесь тоже получается одна тарелка, один соус, вот этот вот желтенький, две, два кусочка свинины. Да, то есть все вот таким вот образом. Или вот в этой фотографии. Да, смотрите. Один, один, это у нас два блюда, да, один-один, они разнесены друг от друга, соответственно, это один-один. Потом две ложки, пять приборов, то есть две ложки, два стаканчика и одна мисочка. То есть один, один, два, пять. Потом три, есть три объекта всего, получается, вернее, три группы объектов. То есть отдельно вазочка с абрикосами, отдельно стоящая ваза, ваза, которая срезана, ну, не ваза, стакан, да, то есть и стакан с ложкой, который, то есть который мы, который на переднем плане. Вот, то есть есть один, один, два, три, пять. И теперь, пожалуйста, посчитайте, сколько абрикос на заднем плане. Не в блюде основном, а именно на заднем плане. Посчитайте, напишите, пожалуйста, сколько там абрикос. на заднем плане. Имеется в виду, то есть в этой вазе плоской еще два стоящих рядом. Восемь. Восемь. Кто там такой дотошный написал семь с половиной, а? Их восемь, да? То есть восемь объектов на заднем плане. Вот. Один, один, два, три, пять, восемь. То есть я этот прием тоже использую в своих работах. Он у меня далеко не основной. Да? То есть это скорее мой прием запаснычка. Да? То есть когда, то есть когда я вот не знаю, как выставить композицию, ну, у меня тоже такое иногда бывает на самом деле, вот я теряюсь. Да? То есть я использую числа Фибоначчи. Вот. Они очень хорошо работают для того, чтобы создать гармонию в кадре. А гармония – это один из признаков композиции. Вот так. Ребят, еще один прием, с которым мы работаем, это восприятие фона и фигуры. Вы там не устали? Скажите, пожалуйста, еще. Нормально? Информация заходит? Хорошо, замечательно. Так вот, восприятие фона и фигуры. Да? То есть это, это еще один композиционный прием, про который очень важно и нужно знать. Он состоит из пяти правил. то есть этот вот, то есть вот это вот понимание. Я вам даю сейчас всего лишь три правила. Почему? Потому что остальные два, они настолько сложные, что вам их нужно вот реально ну, подготавливаться к этому. Нужно знать другие приемы, нужно знать, что такое статикодинамика, нужно знать, что такое симультанный контраст, ну, и так далее, и так далее, да? То есть, ну, это те уроки, которые у меня есть в школе. Поэтому я вам даю три, которые легко объяснить сейчас вам. То есть первое, эта фигура должна четко отделяться от фона. Что это значит? Она должна быть или светлее, или темнее. Она должна быть или ярче, а фон должен быть тогда менее яркий. Она должна быть или, ну, в принципе, достаточно. Да? То есть вот этих двух признаков достаточно. Ага, кто-то там уже кушает, да? Есть. Хорошо, замечательно. То есть она должна быть, то есть она должна четко отделяться от фона, да? То есть вот посмотрите сюда, здесь у нас что является фигурой? Фигура является пиво и рак, и рак, да? То есть вот это фигура. Фон у нас это, да, смотрите, пиво такое, да? То есть оно большое, яркое, да? То есть оно достаточно яркое. Рак у нас такой, да? Вот красный, пиво тоже такое темное. А фон, посмотрите, он нежный-нежный, да? Такой голубой-голубой. Все, мы четко видим в этой фотографии ровно то, что нам нужно. Больше ничего другого. Вот так. Следующее, меньшее воспринимается как фигура, большее как фон. Посмотрите на мою моську сейчас, да? То есть я меньше, чем все то, что происходит сзади. Соответственно, я являюсь фигурой. А вот эта стена является фоном. А теперь давайте посмотрим на одну такую деталь. Смотрите, я ушел с кадра. Пока-пока. И скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, что сейчас является фигурой? А ну-ка, напишите. Тени. Правильно, тени являются фигурой. Да? То есть тени являются фигурой. Они стали меньше, они стали более значимые после того, как я ушел. Да? То есть, и ребят, и отсюда вот сразу же, сразу же, смотря на мою моську, да, то есть вы можете сразу же понять и третье правило. Фигура и фон никогда не воспринимаются одновременно. Да? То есть вы смотрите на меня, и вы на самом деле практически не обращаете внимания на стену. Да? Вот. Соответственно, вот если вы сейчас сфокусируетесь на стену, начнете разглядывать вот эти вот все детали, я уйду на второй план. Да? То есть начнете смотреть на вот эти линии, которые, то есть у меня там нарисованы. Да? То есть начнете искать там всякие дырочки, тени вот эти вот, которые боб-боб-боб. Да? То есть вот вам еще один принцип. Да? То есть вот таким вот образом это все работает. Ну, если третий принцип, да, то есть он работает исключительно как просто для понимания, воспринимания, как работает фон и фигура, то первые два – это инструменты. Да? С ними можно и нужно работать. Да? Давайте я вам покажу на примерах. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. Здесь, здесь у нас фигура, да, то есть основной объект – это, естественно, вот эти вот крюлые, эти, как они, наггетсы во фритюре. Да? То есть они являются, они являются фигурой. Посмотрите, они темные, фон белый. Да? То есть они темные. Все понятно, я надеюсь. Да, то есть, ну и про динамику я вам еще раз говорю. То есть есть понимание статики и динамики. Да? То есть, и если вы хотите, то есть, ну, чем это отличается? То есть есть фотографии, да, то есть которыми нужно просто любоваться. Их хорошо повесить на стену на кухне, ну вот там в музее, например, да, то есть это классические натюрморты. То есть что такое классические натюрморты, я думаю, что вы все сейчас понимаете, я думаю, что у ваших бабушек, может быть, даже мам с папами, да, то есть висят такие классические натюрморты где-то дома. То есть на них смотришь десятилетиями, и они вам не надоедают. Почему? Они статичны. А если мы делаем рекламную фотографию, которая должна возбудить рецепторы, которая должна вообще всего нас, Даш, вот до дрожжи, чтобы вот мы захотели это сожрать, да, то есть нам нужно делать динамику. Вот если вы можете, закройте пальчиками, пожалуйста, вот этот, то есть вот этот вот кусочек наггетса, который выпал, и вы сразу, и вы сразу увидите, что фотография стала статичной. Да, то есть их сразу резко перехотелось есть. А вот этот кусочек, он прямо просится к нам в рот. Да? Вот так. Поэтому, ребят, динамика и статика это тоже один из приемов, которые нужно использовать. Я, если буду сейчас вам рассказывать про динамику и статику, я на это потрачу порядка полутора часов. Да, то есть поэтому приходите в школу, и там вот именно вот этот момент вы сможете узнать в свое время. То есть полтора часа мы просто физически не сможем с вами все выдержать. Вот, вот так. Ну и здесь посмотрите, да, то есть смотрите, я, что я сделал. Объект съемки яркий, да, вот это левая фотография. Яркий, здесь зеленое, красное, желтое, и все на фоне белой тарелки, да, то есть белая тарелка это рамка, а то, что сзади, оно более нейтральное, ну, не считая совсем переднего плана, да, то есть он выступает как возбудитель, как такой динамичный элемент, который вот нас толкает туда в тарелку прямо, да, то есть вот, то есть вот это вот я здесь иллюстрирую первое правило. То же самое и с пастой. Темный фон, темная посуда, да, то есть и такая желтая, ярко-желтая паста, соусе, баланс, по-моему, если я не ошибаюсь, точно не скажу. Да, то есть вот, пожалуйста, вам яркая иллюстрация того, как должен быть, каким должен быть фон и каким должен быть объект съемки. То есть, грубо говоря, если вы снимаете черный, темный объект, да, используйте светлый фон. Если вы снимаете светлый объект, используйте темный фон. Но сразу же вам скажу одну такую важную вещь. На черном фоне все смотрится дорого и богато. На белом фоне все смотрится достаточно приземленно. Какие вам нужны фоны? Напишите, пожалуйста, для ваших блюд. Вот. Ну и, естественно, тарелка это тоже фон, это рамка для вашей еды. Да, то есть она обязательно должна быть простая, однородная. Никаких дополнительных супер узоров на ней не должно быть. Почему вы не пишите, какой должен быть фон? Да, то есть она должна быть простая, простая. Вот чем проще тарелка, тем лучше. Так, ну хорошо, мнения разделились. Окей. Окей, Виталий правильно написал. Такое, чтобы захотелось это съесть. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Екатерина тоже. Фон разный. Все правильно, ребят. В зависимости от блюда. Все правильно. Так вот, тарелка это тоже фон. Да, то есть это фон для вашей еды. И она должна быть максимально простая. То есть вы можете усложнять композицию вокруг тарелки. Да, то есть вы можете усложнять композицию в тарелке, но ни в коем случае, да, то есть сама тарелка не должна быть элементом этой композиции. Она должна быть фоном. Только тогда фотография получится хорошая. И еще один момент. Чем у вас ярче и красивее само блюдо, тем меньше должно быть предметов рядом с блюдом. И наоборот, чем проще у вас блюдо, тем больше элементов ставьте рядом. То есть, грубо говоря, если в тарелке минимализм, рядом с тарелкой должен быть гедонизм. Если в тарелке гедонизм, рядом должен быть минимализм. Все достаточно просто. Вот так. Ну, ребят, и, естественно, это тоже элемент композиции, да, то есть нужно в фотографии создавать историю. Без истории, к сожалению, вы не сможете сделать привлекающую фотографию для своих зрителей. фотографию, которую они бы хотели рассматривать. Да, то есть, давайте вот просто я вам скажу, вы все знаете, что такое алгоритмы работы Facebook и Instagram. Да, то есть, когда, чем больше вы взаимодействуете, чем больше времени вы, пролистывая ленту, взаимодействуете с фотографией определенной, тем чаще на самом деле вам Facebook будет показывать, или Instagram будет показывать работы этого автора. Соответственно, ваша задача сделать так, чтобы ваш зритель подольше рассматривал вашу фотографию, подольше с ней взаимодействовал. Да, там, поставил лайк, написал комментарий, там, как я хочу жрать и так далее, и так далее. Вот, и в этом все вам лучше всего поможет создание истории. Ничто так по-другому вам это не поможет. Итак, да, то есть, вот, посмотрите, вот в этой фотографии. Как вы думаете, какая здесь история? Свадьба, да. Виктория, ты, у тебя плохое настроение, скажи мне, пожалуйста, зачем ты так пишешь? День рождения, да, то есть, это какой-то праздник, да, то есть, создается праздник, торжество, вот, правильно, правильно, Рита, это торжество, да, то есть, поэтому, поэтому здесь вот четко вот это прослеживается, да, то есть, хочется, да, то есть, человек украшает, он любовно, заботливо, вот это все делает для того, чтобы, да, то есть, вот мы смогли потом это все вот съесть, да, вкусить, да, то есть, есть какая-то приятная теплота от этой фотографии, да, то есть, вот, вот, в принципе, здесь вот такая простейшая может быть история, Но достаточно, да, то есть она теплая, и она вызывает такие вот радостные чувства. Вот так. Или вот давайте возьмем вот эту фотографию. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, кто это ест? То есть мы понимаем, что мы находимся в ресторане, мы находимся здесь, вот, да, то есть вот кто это? Романтика, влюбленные. А почему, ребят, вот кто мне скажет, почему это романтика? Почему романтика? Шампанское? Да ну бросьте, ну что такое шампанское? Шампанское, как правило, заказывают себе там две девушки, например, да, то есть они пьют шампанское. Почему? Дорого? Да нет. Романтика не всегда дорогая, да, то есть романтика может быть и очень дешевой. Ну, давайте, ну думайте, думайте, ну какое, ну два прибора, понятно, что пара, вы правильно сказали, да. Афродизиак, Рита, правильно, это афродизиак, да. То есть здесь история такая, у этой пары все хорошо закончится. Да, то есть вот она история. Вот она история. Вот так. Ребят, хорошо. Какие ассоциации у вас вызывает вот эта фотография? Отдых, да. Когда? Давайте так, когда отдых? Пикник. Когда? Ну-ка. Майские, правильно, майские, да, то есть, ну не в этом году, я понимаю, что вы уже забыли о том, что майские, вот такие бывают, да, на самом деле, то есть, ну вот это на самом деле майские. Шашлык, да, да, и вот его хочется вот прямо взять вот так вот и сорвать с этого шампура и вбрызться в эту сочную-сочную мякоть этого мяса, да, такого вкусного, полить просто каким-то вкусным соусом, барбекю, вот прямо в рот его затолкать и там это все перемешать и пережевывать. Да, то есть вот оно, вот оно. Ребят, история может быть не только в одной фотографии, да, то есть, история может быть и в серии фотографий, то есть, вот как, например, здесь, да, скажите, пожалуйста, как вы думаете, где это все происходит? Ну-ка, напишите, кто? Так, деревня. Да. В горах, в горах, Гуцульщина, да, ага, экотуризм, полевая кухня, все правильно, все такое деревенское, да, то есть, Закарпатье, хорошо, правильно, на самом деле, ребят, это Молдова, это Молдова. Да, то есть, рядом, рядом есть болгарский перец, рядом вкусные помидоры, сочные, да, Бессарабия, Бессарабия, вот, вино, вот, вино, наливает тебе вино, Настя, тебе он наливает, да, то есть, и вот оно, да, то есть, вот оно, то есть, ну, то есть, здесь для кого-то это все-таки Закарпатье, для кого-то это Молдова. Да, то есть, просто, на самом деле, Закарпатье для меня здесь явно не выражено, то есть, здесь, здесь, скорее, все-таки Молдова, потому что овощи, они, они все-таки отсюда, да, то есть, вот, с юга, с юга Украины, это как раз Бессарабия, да, то есть, это Молдавские овощи, вот, я сейчас, давайте так, я сейчас отвечу на ваши вопросы, и после этого поставлю вам еще два видео, да, и мы после этого, закончим нашу сегодняшнюю встречу, поэтому пишите вопросы. Вопрос следующий, Адель, как быть, если свет от окна меняется по балансу белого? Смотри, на самом деле, любой, в принципе, фотоаппарат, телефон, я тоже имею, говорю, что это фотоаппарат, он вполне нормально и адекватно справляется с изменением баланса белого, то есть, ну, там, в ограниченных режимах, я не буду сейчас грузить, там, вот этими всеми деталями, вот, но он практически всегда идеально с этим справляется, то есть, поэтому автоматический баланс белого и по этому поводу абсолютно не парься, то есть, все будет нормально. Проблема у тебя будет только в одном случае, если ты снимаешь серию фотографий, которые будут находиться, например, в меню, да, то есть, в таком случае я настоятельно рекомендую использовать искусственный свет, да, потому что искусственный свет, у него баланс белого не меняется, вот, но, то есть, ну, вот так. А для единичной фотографии, которую ты выставишь, там, в Facebook, в Instagram, автоматический баланс белого и все. Давайте посмотрим видео про то, какие программы нужны. Сегодня мы поговорим о том, как сортировать отснятый материал. Я уверен в том, что самый длительный процесс — это как раз не подготовка к фотосъемке или сама фотосъемка, а не текстов и не составление контакт-плана. Самый длительный процесс — это выбор фотографий. Постык. И мне кажется, что он происходит именно так. Ты снимаешь тысячу фотографий, и потом битый час сидишь и пытаешься выбрать самые лучшие снимки. Ты тоже нервно подергиваешься глаз, когда ты в очередной раз перелисовываешь снимки, и ты уже бегаешь за кухню или в ближайшую аптеку за успокоительным ромашковым чаем, просто потому что сортировка отснятой фотографии вызывает у тебя нервную реакцию. Так вот, у меня будет для тебя несколько советов, как можно этот процесс облегчить. С того, что сразу после фотосессии — это в случае, если ты самостоятельно делаешь контент, не нужно пересматривать фотографии. Ну, да лучше, хорошо. Съемки. Устать. У тебя перед глазами долгое время находились одни и те же кадры, поэтому тебе нужен отдых от всего этого. Вернись к просмотру фотографий на следующий день или через день. Второй совет заключается в том, что когда ты уже на свежую голову просматриваешь результат своей фотосессии, то не уделяй слишком много времени каждому снимку. Удели подъемку на фото. Твой глаз на автомате заметит неудачный кадр. А утрыв тебе хватит нескольких секунд, чтобы понять, что приданный снимок подходит тебе для работы. Выбирай все фотографии, которые тебе нравятся. Для этого идеально подходит Lightroom. Загрузи всю съемку в Lightroom, нажми на первый кадр и наверху выбери пункт «Оценка и просмотр». Далее просто ставь флажки тем фотографиям, которые тебе нравятся. Это первый этап. После этого в область всех фотографий я отфильтрую кадры по флажкам. У тебя теперь на экране только те фотографии, с которыми мы будем работать. Второй этап. Скорее всего, ты уже имеешь несколько красивых фотографий из одной постановки. Эти кадры мы сравниваем. Выбери первую фотографию и сравни со второй. Какая лучше? Например, первая. Значит, во втором кадре флажок убираем. И сравниваем теперь первую и третью. Какая лучше? Таким образом, ты оставишь только те фотографии, которые тебе нравятся больше всего. Как видишь, это очень просто. Не жалей плохие снимки. Удаляй их без малейшего зазрения совести. Не стоит думать, что через некоторое время ты вернешься к этим фотографиям. Если, например, у тебя не будет худать контента, и сможешь исправить при помощи фоторедакторов неудачные снимки. Честно говоря, это пустая трата времени. Лучше сделать новый, интересный и удачный снимок, чем тратить свои ресурсы на исправление безнадежных фотографий. И мой маленький совет. После того, как ты отберешь фотографии, которые тебе нравятся, снова сделай небольшой перерыв. Так у тебя всегда будет свежий взгляд, и ты не устанешь от заболевания. Ну, если сегодня я как оракул даю ценные советы, то тебе еще один. Выбирая фотографии, думай, как твой зритель, который не знает тебя. Он не видит тебя в живую, не знает, о чем ты думаешь, и не знает, какие эмоции ты испытываешь. Думай, как среднестатистический пользователь твоего аккаунта, как твоя целевая аудитория. Только тогда ты сможешь выкладывать действительно интересные и понятные твои зрители. Поэтому я вам скажу так. То есть, что я использую, то есть, какую программу, то есть, ну, вы поняли уже, да, то есть, это Lightroom. То есть, это программа Lightroom, то есть, она самая простая, вы ее можете скачать как в App Store, так и в Google Play. То есть, я сейчас пишу вам, как ее искать в своих мобильных телефонах. Ребята, вам огромное спасибо за то, что вы были со мной, были с нами, да, что вы прослушали вот это вот, сколько мы, два часа, да, практически, и говорили. Да, да, точно. Да, спасибо вам большое за это. Александр, большое спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо всем, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok